МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здесь, в подмосковной деревне Протасово, в импровизированной Чайхане, собрались люди, которые глубоко знают одно из величайших мистических учений всех времен и народов. Это суфизм. Сегодня канал «Психология-21» и я, Эдуард Сагалаев, предлагаем вам серию бесед о суфизме, мистическом учении ислама. Суфизм – это религиозность любви. Это мудрость, как инструмент, при помощи которого человек взаимодействует с окружающим миром, с самим собой, с Богом. Цель суфи – это раствориться в божественной сущности. Дорогие друзья, я очень рад, что мы сегодня собрались здесь, за этим Дастарханом. Ну, Дастархан – это скатерть, самобранка, если говорить в каком-то нашем российском аналоге. Мое увлечение суфизмом, оно, конечно, очень дилетантское, сразу скажу. И тем не менее, оно связано прежде всего с моим детством, которое я провел в Среди Азии. И мне кажется, вот до сих пор передо мной стоят картины моего детства, и мне до сих пор кажется, что вот на Самаркандском базаре я видел Эддервиши, я видел Суфиев. Но мне до сих пор почему-то кажется, что вот я видел живого Хаджуна Среддина, который тоже каким-то образом, в общем, с этим течением связан, и некоторые даже его считают великим Суфием. А у меня полное ощущение того, что этот вот бессмертный герой фольклера, сказок, притч, что вот он просто проходил мимо меня, я слышал его, видел его, и на Самаркандском базаре. Мне даже кажется, что я это не читал, а это было, вот я был свидетелем этой сценки, когда однажды там идет такой скандал, и Хаджа Насреддин проходит мимо, к нему обращаются, говорят, Хаджа, рассуди, вот здесь, ну просто такая вот, уже до драки дело доходит, между шашлычником и каким-то нищим. В чем дело, спрашивает Хаджа Насреддин. Ну вот, нищий подошел на последние гроши, купил лепешку, подошел к шашлычнику, погрел эту лепешку, она пропиталась запахом шашлыка, и он стал ее с удовольствием есть, а шашлычник потребовал заплатить ему за эти деньги, потому что это же его мясо, его угли. И Хаджа Насреддин разрешил эту ситуацию совершенно блестящим образом, он вынул из кармана горсть монет, он потряс перед ухом шашлычника и сказал, вот теперь вы в расчете, потому что это был запах, а заплатили тебе звоном монет. И это было очень смешно, когда я впервые читал книгу анекдотов Хаджа Насреддина, а уже потом мне стали приходить в голову такие мысли, что это не совсем анекдот, что, в общем, это немножко об ализорности нашего мира, немножко о ценностях, об обмене ценностями, и так вот во многих притчах, анекдотах, историях суфийских, чем ты дольше живешь, чем больше ты задумываешься, тем больше ты узнаешь, что в каких-то простых истинах есть глубокий смысл, глубокая мудрость. Вот в этой атмосфере мне хотелось бы сейчас попросить вас рассказать немного о том, откуда вообще возник суфизм, вот каковы его истоки. Мне, например, доводилось слышать, что суфизм, хотя он считается таким мистическим направлением ислама, мне доводилось слышать, что, например, что суфизм гораздо старше, чем ислам, что его истоки нужно искать чуть ли не в зороастризме или там в индуизме, ну в тысячелетиях и тысячелетиях до прихода вот на землю пророка Магомеда. Вот вы можете как-то это прокомментировать? Вот действительно ли это так? Или все-таки суфизм, его можно ассоциировать только с мусульманской религией? Понимаете, в мусульманской культуре и особенно среди суфьев есть представление о вечной мудрости, хитма халида. Это мудрость, которая, начиная от первого человека, от Адама, через все народы, всей культуры. Все это единый поток. Поэтому, когда говорят, вот это... И в самой мусульманской религии есть представление, которое тоже развивали суфи, Мухаммадов свет, свет Мухаммада. То есть Бог, когда создал мир, сотворил свет, это называется свет пророка Мухаммада, который переходил, этот свет переходил от одного пророка к другому. Адам, Ной, Давид, Соломон, Моисей, Иисус Христос. Это единая душа, единый свет, который через всех пророков. Поэтому, когда говорят, суфизм, наверное, тогда и в этом плане суфизм, он извечен как человеческому... Он завечен человеческому роду. И в этом величие суфизма в том плане, что чувствует родство со всеми другими культурами, и цивилизациями, и течениями мыслей. Атофик, хорошо сказали. Замечательно. Да, действительно, есть вот эта вечная мудрость, действительно, звучит как мотив во многих суфийских произведениях. С другой стороны, есть и историческая сторона уже становления суфийской традиции. Тут уже мы должны обратиться к первым векам ислама, когда в раннем мусульманской общине появились люди, аскетически настроенные. Первые суфи, да, они были аскетами, аскетами, сторонниками ведения благочестивого образа жизни, воздержания от материальных благ. Ну, да, объясняется и просто реакция на обмерщение в жизни, в раннем мусульманской общине, когда с разных сторон арабского халифата стали поступать в огромном количестве военной добычи, когда поднялось в уровень материальной жизни. И появилось социальное расслоение мусульманское общение. И часть мусульман благочестивых сочли, что это отход от идеалов раннемусульманской общины, что это нарушение заветов пророка Мухаммада. Кстати, некоторые о суфистах говорят как о неком тайном учении. Ну, есть какие-то и практики, и какие-то познания, которые не даны всем желающим, да? Нет, не даны, не даны, нет, оно дается всем желающим, только желающие проходят некоторые этапы, на каких-то этапах, еще не подготовлены. Это нет, оно суфизм для всех. Другое дело, каждый человек, который встает на путь суфизма, проходит разные стадии, в разных стадиях он раз... Ну, как в школе, как в школе. Если дать высшую математику первопластнику... А я бы сказал, наверное, есть две тенденции к суфизме. Одна тенденция соотносится к тому, что, говорится, есть путь получения божественного откровения через, например, линию духовной преемственности суфийских шейхов, сельсилю. Или прямо, непосредственно, тогда человек будет уваясь, то есть такой суфией, которому божественное откровение было дано сразу, без обосредованности. А есть другая тенденция, и она сводится к тому, что есть путь, есть разработанная техника медитации, прадекатуры, человек сможет обрести непосредственно ощущение божественного. Суфизм отражает в себе в своем многообразии ислама. И там тоже настолько многообразен, что можно, конечно, найти разные тенденции. Поэтому, когда мы говорим, наверное, часть всего говорим о некем преоплодающем, не забывай, что там есть и друг, иногда и другие проявления суфизма. Но для меня, как я понимаю, суфизм – это, прежде всего, понимание религии, которая для христианского читателя известна по знаменитым словам Иисуса Христа, когда он говорил фарисеям, вот это, иудейским законникам, помните, когда говорят, вот, он работает, он что-то занимается в субботу, и он говорит, не человек ради субботы, а суббота ради человека. Вот у суфиев, в самом деле, большинство, это религия для человека. А не человек для религии. Как бы ты на алтаре культа, на алтаре религии, ты жертвуешься, наоборот, именно она, религия тебе должна помогать, а не ты становишься, как бы, рабом самой религии. Эта религия, наоборот, тебе дает свободу. Да. А не ты становишься рабом ее. Во многих пониманиях религии, это не относится не только, опять, к исламу, но и к христианству, и к иудаизму. Бог, мы начали говорить, вера в Бога как творца. Традиционное понимание религии, часто преобладающей, это Бог как творец, Бог как, больше всего, как судья, как суровый судья, наказывает, Бог закона, Бог днева, Господь от ее раб, Господин, там Господь, в смысле Господина, от ее раб, богобоязнь, боязнь Бога, это самое главное. Суфи, конечно, не отрицают, это, ну, говорит, это для широкой публики. Знаменитая, сейчас потом скажу о женском элементе в суфизме, одна из первых мусульманских мистиков, женщина, рабиа, это ранний суфизм, говорит, Божий, если я тебе поклоняюсь, потому что надеюсь на твой рай, лиши меня его. Это поклонение Тагаша. То есть ты что-то здесь делаешь, в надежду, что тебе десятикратно будут тебе там... Пантасты, да. Да, да, да. Божий, если я тебе поклоняюсь, боясь твоего ада, верни меня в него, потому что это поклонение раба. Раб не делает ничего, которое противоречит воле господина, потому что боится наказания. Боже, я тебе поклоняюсь, потому что ты достоин поклонения, или в другой разочи, потому что ты красив, я тебя люблю. Понимаете, вот это важный элемент. Суфизм – это религиозность любви. Ты делаешь молитву, потому что ты находишь наслаждение в молитве. ты творишь пост, потому что наслаждение, не потому что ты обязан что-то делать, потому что ты любишь. ты делаешь культ. Они не отрицают культ, о котором говорили факихи, представители. Но они делают этот культ не потому что от боязни господина, что он рассердится, а от любви к этому. И поэтому для суфиев Бог – это, скорее всего, не творец и не судья. Бог – это возлюбленное, ради которого ты можешь готов жертвовать всем, чтобы вот в ее объятиях быть. Вот это то, что, на мой взгляд, больше всего меня лично импонирует. Мне безумно импонирует вот то чувство любви, с которым вы об этом говорите. Суфийские мыслители, такие как Ибн Адаби, говорили, что истина одна, просто проявление в ее разное. И с этой точки зрения все вещи этого мира, они не иные истине или Богу. Поэтому, в каком-то смысле, любое поклонение, оно истинно. Истинно только в том случае, если носитель данного вероисповедания не будет наставить на исключительности своей веры. Не будет говорить, что только моя вера истинна, а другие распределения ложные и истинны. Иначе говоря, в суфизме уже содержится большой потенциал веротерпимости, что все направления, даже развиваемые в рамках других эрлезных конфессий, все они ведут к одной и той же истине. И с этой стороны вот так можно объяснить и эрлезную терпимость суфиев, которую порой неправильно интерпретируют как эрлезный индифферентизм, что им все равно они безразличны к вероучительным положениям ислама, что они безразличны к нормам ислама. Это, конечно, не так. Аль-Газали, ведущийся мусульманский мыслитель, теолог, говорил, необходимость соблюдения предписаний религии ислама, но тем не менее он наставил на том, что основные или опыт обосредованного знания о религии надо дополнить личным опытом верующего. А личный опыт верующего может быть получен только на пути суфизма. Ну, или на пути практикования тех истин, которые... Или на пути совмещения реальной жизни или ее драм каких-то, ведь жизнь это же всегда какие-то искушения, это всегда какие-то столкновения, это драма. Продолжая эту тему, я обращаюсь к Сергею, хочу спросить его, вот, все-таки можно ли быть суфием, не будучи при этом мусульманином? Вы знаете, тут вот раньше бы я сказал, да, конечно, что можно быть суфием, не будучи мусульманином, не будучи религиозным, не соблюдая там какие-то базовые принципы морально-этические, можно при этом быть суфием, но я так много видел печальных последствий, когда отделяют от основы какие-то там техники, например, отделяют их от основы, и они разрушают и жизнь человека, и окружающий мир. Я бы сказал так, нужно быть религиозным человеком, христианином, буддистом, верующим человеком, и соблюдать определенные правила, и мировоззренческие, и поведенческие, то есть в классическом суфизме говорят о таком трехступенном пути, ну или четырехступенном шариат, закон, закон, правила поведения, основа, потом тарикат, это следование учению и общение с учителем, потому что человек сам себя не может продиагностировать, ему требуется зеркало, вот, и потом хакикат, уже пребывание в истине, когда человек уже жесткого учителя не нуждается, у него есть внутренний учитель, и через этого внутреннего учителя, который ему подсказывает, или путеводный дух, который в нем уже присутствует, человек может двигаться, то есть как бы ситуация строится по принципу, и Найтхан так говорил, философия, психология, мистицизм, и когда люди пытаются на уровне психологии прихлопывать комаров каких-то, а источник болота, откуда летят комары, он в области мировоззрения находится, в области философии, что человек каждый раз решает, украсть ему или не украсть, то есть у него нет ответов на вопросы, ну, это очень скучно, ну, это заповеди какие-то, там, ну, знаем, что-то какие-то скрижали, там, что-то было написано, вот, в них не уби, там, не укради, и на это всем уже надоело, не укради-то, и потом же любой американский фильм, там просто, да и наш теперь, а там прям с самого начала нарушение всех заповедей, украли, убили, обманули, возжелали жену ближнего своего, прям прямое нарушение, ну, и, конечно, если пытаться вырвать техники из любой системы мистической, применять их на таком вот рыхлом основании, то это будет катастрофа, поэтому я сказал бы, что, какая-то основа, она требуется, религиозная, культурная, моральная, нравственная, ну, хотя бы следованию, так сказать, уголовному кодексу. Действительно, суфизм, он многомерен, нельзя вот из него просто что-то выдернуть, чтобы это выдернутое могло быть самодостаточным. Да, суфизм, конечно, отстворяет богатейшую духовную практику, но к этому он не сводится. Есть у суфизма доктрина, есть суфистская духовная практика разработанная, есть инициация, поэтому я хотел бы подчеркнуть, что надо всегда выделять базовые представления, этические, метафизические, которые взяты из Корана, из мусульманского предания, которые потом получили концептуальное выражение в нормативных суфистских доктринах, и которые потом уже в ходе доведения до масс простых верующих вылились в поэтические произведения прессийских суфистских поэтов, в виде притч, дидактических рассказов. А вы можете вот какую-нибудь притчу рассказать, которая вам очень нравится, которая вам близка? Вот из жизнеписания Малека Динара можно привести несколько таких поучительных примеров. В молодости он был очень богат, красив собой, и у него было желание стать руководителем имущества при одной из мечети. Ну, для того, чтобы получить эту должность, он прибег к такому методу, очень регулярно, постоянно читал молитвы, в мечети, ну, чтобы люди обратили внимание, что насколько благочислено как он обращался. Святой Папа. Ну, то есть пиаром он занимался. Да, пиаром он занимался, говоря современным языком. Но, несмотря на то, что он довольно долго занимался этим пиаром, тем не менее, никто на него особо-то внимания не обращал, никто не спешил к нему, не говорил, давайте этого молодого человека назначим распределителем имущества этой мечети. Ну, казначеем. Да, казначеем. И однажды во сне ему послышался голос с неба, осуждающий его за такое, в сути, лицемерное поведение. На другой день он не занял то, свое уже привычное место в мечети. и тем не менее, хотя он вроде бы оставил эти показные намазы, тут к нему подбежала группа человек, чуть ли не 20 человек, и которые стали говорить, что вот этого молодого человека надо назначить распределителем ВАКФа. Созрел. Да, созрел. И он сам сказал, вот сколько времени я потратил для проявляющей хитрости, использовал лицемерие и не мог достичь своей цели. Когда раскаялся, испытал настоящий раскаяние, стыд, все вешти, сделал так, чтобы я достиг своей цели, но уже извинившись, пройдя какое-то нравственное преображение своей души. Вот такой один рассказ поучительный. Итак, дорогие друзья, на этом мне бы хотелось закончить первую часть нашей беседы о суфизме, о великой сокровищнице мировых знаний о мире, о о Боге, о пути, благодаря которому человек может войти в контакт с Богом. И я надеюсь, что вам будет интересно встретиться со всеми нами в нашей следующей программе. с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok